И снова всем здравствуйте, друзья! Опять пошли в лес и нашли, значит, сразу покажу вам, подосиновик. Подосиновик прекрасный. Это говорит о том, что сезон, осенний грибной сезон уже начался, друзья. Но так как мы прочитали, мы очень много читаем сейчас, идем все тот же Самарский лес, прочитали, что грибы будут расти на новый месяц. Когда месяц будет расти, тогда и грибы будут расти. Но все-таки они появились. Это осень, поэтому и вот это я шла и увидела сбитый гриб. Тоже подосиновик. Кто-то мимо прошел, не заметил. Ножка прекрасная, толстенькая, прекрасная шляпка. Видно, что влаги хватает. Летом споры проснулись, и грибы все-таки начались. Следующий грибочек, который мы нашли, это маслючок. Маслючок такой вот сухенький, сухая шляпка у него. Видите, я показываю вам. Но съедобный, нормальный и не червивый. То есть, что мы нашли? Мы нашли маслючки немного, людей очень много, потому что я поняла, что Самарский лес у нас... Самарский лес, он очень маленький. Скорее всего, его можно назвать парковой зоной. Больше людей было, чем грибов. Грибочков насобирали на сковородочку. В основном, что было? Маслючки, подосиновики, или же я их еще называю краснечки. И вот такие вот интересные грибы. Эти грибы называются... У нас их назвали козлик. Козлики, скорее всего, наверное, потому что... Вот под шляпкой, показываю вам, такое, как закрученная, вроде бы, как закрученная шерстка. Вот и называется козлик. Эти козлики пахнут приятно. Молоденький козлик. Козлик пахнет приятно грибами. И когда жарить, мы его обычно жарим с лучком и сливками заливаем. В сливках очень вкусный грибочек. Козлик у нас называется. Хороший, съедобный. Мы раньше его не брали. И вот уже два сезона, прошлой весной, мы начали их брать. Этой весной. Этой весной мы начали брать очень вкусные грибочки. Мы думали, что это съедобные, но не знали, какие. У нас они называются козлик. Так что грибы, друзья, пошли. Но сейчас еще не соответствуют к тому, чтобы расти. Все-таки должно быть влажность, тепло. Это все те же козлики, я показываю вам, как они растут. Должна быть влажность в лесу, тепло и вместе с тем и энергетика. Понятно, что в основном грибы растут ночью. И в основном грибы растут на новый месяц. Увеличивается месяц, растут грибы, растет все на огороде. Точно так же. Прекрасные мы нашли козлики. Подберезовик. Подберезовик тоже тверденький, молоденький. Только-только где-то, ну, может, ему дня два, не больше. Так как я смотрела, изучала теперь, как росли наши шампиньоны, я хочу сказать, что вот такой грибочек вырастает буквально где-то за три дня. Ножка. Как я вам показывала, ножка чем-то похожа на березку. Очень тверденький и прекрасный. Нашли, опять же, подосиновик. Подосиновик. Или же еще на него говорят красноголов, потому что у него красная шляпка. Это, друзья, не подосиновик, это польский. Я вам показываю польский, потому что синеет под шляпкой. Польский. Очень твердая ножка. Прекрасный польский. Также были грузди. Ну, для того, грузд называется поистине королевский гриб. Он королевский, потому что он очень вкусный, соленый. Но его надо очень долго вымачивать и проваривать. И вот показываю хит нашего сезона. То, что мы нашли самое большое. Это мы нашли вот такой вот тоже польский гриб. Польский гриб идет второй после белого. Прекрасная шляпка где-то в 10 сантиметров диаметром. И твердая-твердая ножка. Такой большой гриб, абсолютно не червивый. Столько прошло людей, и никто его не заметил. Этот гриб все-таки дождался нас. Так же пошли сыроежки. Сыроежки осенние твердые. Твердые. Их можно спокойно довести. Вот именно осенние сыроежки. Вот эти вот. Они тверденькие, вкусненькие, очень вкусные, жареные. И маслячки. Маслячки молоденькие. Как раз вот начинается, начинается сезон грибов. Это именно начинается. Многие рассказывали, что нет грибов. Но я вам показываю, что они появились. Но грибов будет уже больше. Именно за наш лес, говорю. Вот такой прекрасный тоже нашли под осиновик.